Всем привет, друзья! С вами Мак Шамков, Мак Степанов. Мы продолжаем вести нашу прекраснейшую рубрику «Ответы на ваши вопросы». И сегодня вопрос... Чай, папиросы, ответы на вопросы... Вопрос от Сони. Вопрос. Все считают, что убежать – лучший вариант самозащиты. А как же девушка, ребенок или пожилой человек? Например, я иду с бабушкой по улице. Как же эти люди, которые не способны защитить самих себя, которых надо защищать? С позволения Сони я переформулирую этот вопрос и сделаю из него два. Вопрос первый. Ну, как себя защищать, если ты не можешь убежать? То есть, если ты девушка, ребенок или пожилой человек. Может быть, рекомендации каждому из них. То есть, мы не можем убежать по какой-то причине. У меня, например, одно время на соревнованиях я разорвал себе вот эту связку на ноге. Не помню уже на какой. Я ходил с палочкой, прыгал на одной ноге. Полностью ощутил, насколько у нас все подготовлено для инвалидов. Чтобы там в метро подняться, в подъезд зайти. Вот это я ощутил полностью. Заботу, да? Да, заботу о нас, о людях. Но вопрос, как бы, вот как самооборонщики я себе задавал, потому что я не то, что убежать, я вообще даже перемещаться не могу. У меня была палка. У меня была палка, у меня еще много чего в карманах было. Вот, уже как это можно рассказать. Вот, это вопрос номер один. А вопрос номер два, вообще очень объемный, самооборона, когда тебе нужно защищать кого-то. То есть, когда вы вдвоем, и этот кто-то заведомо слабый, заведомо не может драться. И ты должен своим, как бы, своей самообороной защищать второго человека. Там был такой момент, мне кажется, там не было. Ну, вот оно написало, я иду по улице с бабушкой, например. А, да? То есть, есть такое. Что я хочу сказать, дорогие друзья. Бег, это не самый лучший бренд самообороны. Это один из. Это один из. Короче говоря, бег, ребята, одна из тактик самообороны. Когда вы не можете убежать, то деритесь. Еще у нас есть тактика, скрывайтесь. Да, там, маскируйтесь и так далее. То есть, очень много там. Поэтому, если вы не можете убежать, то мы начнем надо драться. Бабушку защищать, ребенку защищать, инвалиды защищать и так далее. Пенсионеров наших защищать надо тоже. То есть, не надо засекриваться на беге. Ну, почему? Бег, бег, да. Надо заниматься самообороном. Самоборон – это комплексное мероприятие. И бегать надо уметь, и ползать, и прыгать, и кувыркаться, и падать. И бить рукой, и бить ногой, и кусаться зубами, и выкалывая пальцем глаз преступнику. Защищаться от оружия, бороться. Очень много надо уметь делать. Просто надо лишнее отсеять. То, что он не нужен всякие. Акробатики очень сложные. Такие приемы, которые зрители любят. О, зрелищный бросок, да, через прогибы и так далее. Что-то попроще. Вот и будет ваша самооборона на 100%. Если вы умеете бегать, ну, это здорово, но не совсем, как бы, не седать спасет. Вот, в таких случаях, когда бабушка, когда вы хромаете и так далее. Вопрос. А я считаю, что иногда еще можно звать на помощь. Можно обращаться, как вы в предыдущем видео рассказывали непосредственно. Молодой человек, помогите, помогите, пожалуйста. Вот этот вот, да-да-да, вот в сеней курточке, пожалуйста, пожалуйста. Там мою бабулю пытаются обидеть, отнять кошелечек, она пенсию получила. Хотя бы шум поднять. А обидеться, да, к какой-то человеческой совести, к жалости, состраданию, к эмпатии, в конце концов. Может быть, не у всех это утеряно, поэтому как-то хотя бы обратить внимание, и приступник в какое-то время. Возможно, чуть-чуть замедляется, задумается. Может, есть свидетели, как бы, не очень все присоединировать, я имею в виду преступления совершать. Пример из реальной жизни. Моя школьная знакомая с параллельного класса шла со своим дедушкой по парку Дружбы в речном вокзале. Это были, соответственно, года какие-то, типа, там, я не знаю, конец, ну, наверное, начало двухтысячных, что-то такое. Вот, соответственно, она ребенком, да, была, с дедушкой шла, и какой-то, значит, залетный фраер решил у дедушки поддернуть какой-то портфель, что ли. А дедушка школьный учитель, там у него, не знаете, мел в портфеле лежит, две тетрадки, какие там, деньги-то еще. Но решил, значит, спереть. А дед крепкий, как бы, он так просто не отдаст ничего. Поэтому этот цап, они начинают возиться, и, значит, девчонка не растерялась, начала все горло орать, милиция, милиция. Чувак убежал. Он понял, что, во-первых, ему не отдадут просто так, то есть деда надо будет гасить. Деда гасить надо будет при ребенке, может, где-то у нас в закромах что-то вот на эту тему почесался. А ребенок не стоит, а орет, милиция, милиция. То есть все вокруг, ну, даже если кто-то там есть, он уже свою рожу туда повернет. А может быть, и доблестный милиция. Поэтому, пожалуйста, вам в случае, когда вообще никто не мог убежать, и никто не мог оказать силовое сопротивление, ну, то есть, грубо говоря, подраться, да. Зов на помощь, конфликт прекратился. Естественно, никого милиция там не подошли, и никто не подбежал спасать. Но чувак испугался и свалил. Такая тема. Так что все работает, все защищает нас. Мне кажется, что можно ответить и, ну, показать что-нибудь в плане именно физической защиты третьего лица, потому что, когда вы не можете убежать, Макс все сказал, надо звать на помощь и драться, да. А вот когда вы не можете убежать, потому что у вас вот есть ребенок или там, у самообороны, когда у вас пенсионер, ну, сложно представить, то есть, где вы так будете защищать? Ну, да, есть там, как бы, приемы, методики, тактики, когда обучают телохранители, как они должны стоять, где они должны стоять, где они должны стоять, где должен стоять их подопечный и так далее, так далее. Может, вообще пока. Вот, вообще, вот просто, мы же не телохранители, кому-то нафиг не нужно. Вот, ребят, просто здравый смысл. Вы должны стоять перед, между, так сказать, вашим подопечным, ну, там, да, слабым человеком и агрессором. Вот, собственно, и все. Вот, допустим, я стою в камере, да, вот ты агрессор, ты зритель агрессор. А Макс сегодня хромает. Да, Макс сегодня хромает, да? Вот, и я делаю вот так, вот так, просто, вот, все. Видите, я немножко ограждаю, то есть, я беру удар. На себя. Я разговариваю, я веду беседу, правильные позиции, да, руки здесь, да, я хром, общаюсь. Если что, бью, да, хватает, держит. Не даю пройти сюда, закрываю, отстраняю. То есть, могу руку не показать направление движения, куда надо зайти. Вот, собственно, и все. То есть, тут не надо там углубляться. Хватать его за голову, прикройте друг, мы уходим. А видели ли вы скандальные видео о том, как во дворе один мерзавец лупашил бабулю? И мужчина, чтобы защитить себя в последующие действия, начал снимать, ну, забежал со спины к этому обидчику, бабуля там прям полностью, там, божий одуванчик. И он просто пинал его на камеру, и потом проследовал даже за бабушкой, чтобы уточнить, нужна ли ей какая-то помощь. Видео, конечно, зверское, там весь Инстаграм был в шоке, но как бы обидчик был жестоко отпинан по лицу. А он снимал вот так, что ли? Нет, он просто вот так вот снимал на вытянутой руке, и он бежал с камеры и говорит, ребята, смотрите, я бегу. Я бегу, вот этот мерзавец, бабулечка там верещала, как резаная, он на ней сидел, на этой бабушке, лицом ее в землю пихал. Говорит, сейчас я, говорит, эту мерзавца... Я видео не видел, не могу прокомментировать, не знаю. Не, вот так-то молодец, конечно. То, что вы были... Но его... Но его, как я понимаю, посадили, этого человека-защитника. Он не должен был снимать. Ну и, подождите, как я услышал, он уже бежал за этим мужичком и бил его на... Нет, мужичок на бабуле сидел, бил ее головой об землю, а мужчина подбежал к нему со спины и спину его по лицу. Ну вот. Ну, лову ногой. Ну да, да. Ну, а как еще? Ну, наверное, его там вминили, то, что он, типа, неадекватно защищал. Надо было мягко... А что он защищал? Он уже не себя защищал? Надо было подойти... Гражданин, прекратите бить бабулю. Не обижайте старушку, пожалуйста. Смотри, формально же это нападение, он уже не себя защищал? Не, у нас как бы есть по законам, как бы, да, вы самоборон-то не только самоборон-то на себя. Вы можете защищать вторых, третьих лиц, да, и тоже бы являться самоборонным. Я что-то не уверен. Есть, есть, есть такое, да. Это называется тоже самоборон-то, что вы можете защищать других. Но это очень сложно. Ну, как бы, один человек бьет свободу другого человека. Как вы этого человека, который бьет, остановите? Учитывая то, что он уже находится в состоянии аффекта. Ну, не состояние аффекта, ладно, в стрессовом состоянии. В агрессии, он у него там все, адреналин. Как вы, словом, остановите? Как вы, что вы можете сделать? Только каким-то насилием, только как бы, не нужно обездвижить. Либо удушающим приемом, либо ударить, вот тащить. Короче говоря, тут надо резюмировать так. Опять к ценностям, опять к психологии. Защищаться или не защищаться, это ваш вопрос. Как бы, ваша тема, вы сами, это ваш выбор. А то, что надо знать, что там закон не на стороне самоборонщика и так далее, он может наказать. А если я его убью, а вдруг не накажут? А если я травмировал, а вдруг не накажут? Ребят, я не знаю, решайте сами. Ну, не защищайте, да, просто какой еще выбор есть? Если вы не защищаетесь, ну, вас коллега делают, вас убивают, вас насилуют. Вас топчут, унижают и так далее, и так далее. Если вы защищаетесь, дальше неизвестно. Да, возможно, вас там будут дальше преследовать по закону, то, что вы там переусердствовали, или там как-то ударили, оттащили. Но это уже другой вопрос. Выбирайте сами. Нет такого, чтобы и рыбку съесть, и в тюрьму не сесть. Новый творчество фальшлёрт, понимаешь, от Макса Степанова. Ёл, кому-то. Вот так. Поэтому пофигу эти все законы, пофигу все эти, знаете, как-то условно. Это все условности, понимаете. Надо просто понимать, что в разных странах разная культура, разный менталитет и разные законодательства. Вот, а дальше вы сами себе решаете. Вы терпила или не терпила? Вот, как бы на этом, об этом подумать, об этой философской мысли. Вы будете защищать себя от своих ценных своих близких или не будете? Потому что закон накажет, блядь, и дяденька поругает, и так далее, и так далее. Детский сад, ребята, если вы взрослый человек, я вам подсказываю правильный выход. Не будь терпилой. Ты взрослый человек. Ты должен брать ответственность за себя и делать все сам. Если вы умеете бегать, и у вас есть возможность убежать, да, это неплохой прием самообороны. Убегайте. Но помогает не всегда. Когда вы на входе замкнутого пространства, и не можете убежать. Когда у вас с вами рядышком близкие ваши друзья, знакомые, родственники. Тогда вам нужно драться. Драться, сражаться. Вот, собственно, и все. Всем добра и любви. Уважайте себя. Любите себя и окружающих. И в этом мире со всем вас хорошо. Всем пока. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео с друзьями. Подпишитесь на наш канал. Все. Всем чао-чао. Чай, папиросы, ответы на вопросы. Чоп. Я еще не включила. Да, включила. Давайте. Прием самообороны. Точеньки. Приемов. Презменные инструменты. Метутактики. Одна из тактик. Одна из тактик. Вот так и скажу. Не скажу. Не могу. Не скажу. Снимаю. Все, покажи. Простите. Ну, что, прощаюсь. Не обижайте бабушек. Ну, что ты спрашиваешь? Про то, как защитить человека, с которым ты идешь рядышком. Да, рядышком. И так, подойдем итог. Да, есть увлечение. Были переводку. Как же. ится по развитию. Все. 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 Все.